Сиди-ромы. Помните такое? Сиди-ромы. Здорово, Степа. Привет. И мы можем видеть, что примерно на месте вот этой рекламы-томбы стоит желтая палатка. Привет, Андрей. Здравствуйте. С наступающим. С Новым годом. Какие-то должны быть плюсы из-за того, что мы попали на преддверие этого праздника. Вот они вам во всей красе присутствуют. И вот прекрасный плеер замечательной фирмы Ксаньо. Ну давай сделаем нормальную фотку. Че ты? Давай. Сегодня великолепный день. В Ростове-на-Дону заехала армия Пригожина. Здесь у нас алые паруса все нафиг перекрыто. Ехали очень долго. Буквально из центра. Но я начали на расслабоне. Почему? Ну, во-первых, потому что я немножечко изучаю историю. И примерно понимаю, что куда, к чему и зачем. И уверен, что когда этот выпуск выйдет, уже все будет ясно и понятно. Во-вторых, эпоха, про которую мы сегодня будем поговорить, у нас сегодня второй выпуск по мотивам улиц разбитых фонарей и бандитского Петербурга. Она, вы знаете ли, воспитала в тебе такую уверенность, что Россия это страна челлендж, вызов. И поэтому здесь... Вы беременны? Спасибо вам. Спасибо вам. И поэтому, блин, сбили меня с какой-то мыслью. Да, в общем, короче, все, в общем-то, по барабан. После тех времен, после всяких разных историй я вангую, что когда все то же самое начнет происходить в исполнении наших замечательных южных кавказских республик, у которых сейчас есть обученная армия, то вся эта ростовская история покажется цветочками. А это будет обязательно, вот помяните мое слово. Хотя, конечно, этого не хотелось бы. Но! Мы с вами смотрим вот на эту гостиницу. Она называется... Та-дам! Тагил. Нет. Нет, не Тагил. Самара. Санкт-Петербург. В эфире программа о шутке уже даже не за 300, а за 400. И первый отрывок, который я вам хочу показать, демонстрирует номер в этом отеле. Там вам предстанет прекрасная актриса, красивая, белокурая, которая стоит у окна. И как раз в этом окне виден кусок крейсера «Авроры». И туда, к ней в гости, приходят прекрасные представители правоохранительных органов. И дальше у них, видать, случается лямур. Открыто! Второй отрывок происходит точно так же там же, уже в лобби. И там сидит компания. Это уже продолжение сцены, с которой, по идее, надо было начать. Ну уж, что поделать. Состоящая из нашего уважаемого журналиста и шведки Сибилы, и ее, соответственно, спутника, который приехал сюда снимать фильм про мафию. И она произносила замечательную фразу на тему того, что такое халява. Халява – это когда ваши олигархи берут все и не дают ничего. И обратите внимание, что если приглядеться, то опять-таки в окне виден кусок этой набережной, по которой мы с вами идем. Я, кстати, здесь сниму другую проходку, уже абсолютно историческую, краеведческую. Но вот сегодня у нас краеведение нового формата. А вопреки тому, что это не первая серия, да, в хронологии непосредственно сериала «Бандитский Петербург», начинается все именно здесь, у Авроры, потому что сюда Серегин приходит к какому-то своему, видать, старому корешу, который торгует здесь матрешками. Сейчас вы этого не увидите. Вот если перевести камеру туда, то мы увидим здесь ни одного ларька, ни одной лавки сувенирной. Но если я вам подставлю первый отрывок, где показаны эти пустые лавки, идет оркестр, и главное, что на одной из этих лавок написано «Балтика». Это пивоваренный завод, который тогда рекламировался где только можно. Ну а второй отрывок конкретно вот про то, что в благополучной сытой Швеции решили снять документальный фильм про русскую мафию. И, естественно, невозможно его сделать без участия такого прекрасного человека, как этот журналист, который является прототипом, как правильно сказать, Константинов, да? Константинова или Константинов прототип. Да, все-все правильно. Константинов его прототип. У меня уже все. Я сегодня опять уже провел экскурсию, и у меня немножечко это плющит мозг. Короче, перефразируйте за меня. Понятно, что я имею в виду. Подъезжают они вот примерно вот сюда, вот где вот сейчас все перекрыто, и где сегодня ночью будет шабаш, тут будет плыть корабль. И стайки, а точнее орды, как туристов, так и выпускников, будут бухать, петь. Да, естественно, корабли ходят, они плавают, но всегда говорю, что делать с капитаном дальнего плавания. Мне вообще плевать. Пусть хоть плавают, хоть бегают, хоть ныряют, ради бога. Я говорю по-русски, корабли, извините, плавают. Да, ну понятно, что в каждой избушке свои погремушки. Точно так же, как нельзя говорить компас, надо говорить компас. Извините. Вот сюда подъезжает Волга, и оттуда выходит эта бравая делегация. Привет, Игорь. Здрасте. Привет. Рад познакомиться. Меня зовут Ларс Тингсон. Это Сибила, помощница. Очень приятно. Как вы хорошо по-русски-то? Ну, Игорь мне уже сказал, что вы тоже бывший военный переводчик. Поэтому, думаю, найдем общий язык. А, воно как. И дальше мы с вами проследуем, на самом деле, обратно. Да, мы на самом деле обратно проследуем, потому что нам там надо будет показать еще одну сцену съемок. Но мы пока будем ходить, я вам буду напоминать про какие-то, опять-таки, вещи из эпохи, которые либо они уже забылись, либо они просто сейчас предпочитают не вспоминаться. Я специально себе отметил. Здесь шпаргалочку сделал такую, поэтому я буду заглядывать туда. Значит, ну, во-первых, отчетливо помню такой продукт, как Хершес. Это была такая, хрен пойми что, Coca-Cola, Pepsi-Cola или прочая сцена, где более известный как Кузьмич, да, актер в сэндвиче с рекламой Валю, значит, общается на фоне этой рекламы. Далее нужно отметить, что 90-е годы, это года не про рубли, это года про доллары. Все получали, ну, не все, а большинство получали зарплату в долларах, естественно, в этих конвертах. И, например, квартира, да, вот приходит Ларин и говорит, сколько стоит квартира, 50 тысяч долларов. Он говорит, недорого. Да, то есть, насколько я понимаю, это как в современных некоторых странах, бывших союзных республиках, республик, где все конкретно тоже меряется нынче в долларах. На всякий случай проверю, да, все нормально. Ну, или вот они там расследуют одно из дел и приходят, значит, лежит очередной жмур и видят счет. Счет, и он удивляется, кто же его так обул, огрел, надул, наел на 150 долларов. То есть, вряд ли вы сейчас придете в, наверное, ресторан в какой-то Петербурге, Москве, либо в другом городе и получите счет в какой-то другой валюте, кроме как рублей. А тогда это было абсолютно нормально. Опаньки. Это кто же тебя так попоил на 150 баксов? Более того, я хочу сказать, что, ну, вот, и у меня была зарплата в долларах еще в нулевые года. Да, я работал главным редактором и получал в конвертике, именно в баксах, эту самую свою заработанную плату. А вот здесь у нас Пеньковский переулок или Пеньковский проезд, как мы правильно... Улица эта, улица Пеньковая, Пеньковая, по идее, да, или Пеньковая. Ну, Пеньковая, это хочется сказать, что тут ходят люди и дают Пенька. Да, на самом деле понятно, что здесь были склады Пеньки. Это прекрасный материал, который служил для текелажа. Производили выезд Кнопли. И, в общем, наша Пенька, наша смола, наше сало. Ну, короче, и по Балтическим волнам за хлеб и сало возят на ногу, да? Ничего не изменилось, на самом деле. Здесь они располагались. Но, что интересно. Интересно то, что сейчас здесь, во-первых, стоит вот этот вот корпус. Новодел абсолютный. И вот здесь вот они тоже понастроили массу всего. Это Нахимовское училище. Это у нас вообще-то здание Петроградской водоочистительной станции, которая была построена еще до революции. Сейчас она, насколько я понимаю, переделана в спортивный зал. И вот это конец погони, который начинается у Домика Петра. И чем интересен этот сериал и второй сериал? Тем, что мы можем прямо на кадрах видеть, как меняется город. То есть вылетают оттуда, значит, бандос на пятерке, да? За ним гонятся менты. И видна вот стена вот этого дома и здание, которое раньше стояло вот на этом месте. А потом, когда он переворачивается, бандос вылезает вот отсюда, и здесь ничего подобного вы не считываете. Тут его пристреливают. Почему здесь производилась эта съемка? Потому что, ну, сейчас здесь алые паруса, но я вам хочу сказать, что в принципе здесь обычно очень спокойно. И у нас здесь, у меня есть два тура, которые оканчиваются здесь. Это очень удобно делать. Да, вот видите, Ледовый дворец. Нормально. Я даже не знал, что он называется Ледовый дворец. Прикиньте. Оказывается, у нас вот помимо того Ледового дворца, что есть на проспекте Большевиков, станции метро, есть еще и здесь у нас Ледовый дворец. Едем дальше. Ностальгируем. Сцена. Значит, сидят они в каком-то кабаке, в каком-то кафе. Причем, обратите внимание, что в углу сидит мужик вот в таком спортивном костюме в предыдущем выпуске, где мы гуляли с вами от Смольного до Таврика. И я показывал места жительства двух прототипов антибиотика. Я рассказал нам про моду тех эпох. И вот эти вот спортивные разноцветные костюмы, это был просто пик. И вот сидит такой персонаж, спокойно пьет, а заходит тот, кто сейчас стал обыденностью во всех там поездах, электричках и прочее, пластыри, батарейки и так далее. А он там предлагает какую-то штуку и говорит, что стоит 40 тысяч рублей, либо 40 новыми. Здравствуйте, я веселый гном. Наша русско-турецкая фирма поздравляет всех ваших подруг с наступающим праздником весны, 8 марта. Мы приготовили вашим женщинам замечательный подарок, вот эту складную вешалку. Взгляните, здесь умещается 6 вещей. Это как раз был момент, когда была проведена так называемая деноминация. То есть после тотальной инфляции, когда рубли росли, 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 превращались в тысячи, решили это наконец урезать и вот вернули тысячи в рубли. Я отчетливо помню, мне момент, был какой-то Новый год и была такая фраза, деноминация, мы ее не боимся. И с этими словами вот мой приятель Алеша Сенников заходил в бар и покупал пиво. 40 тысяч рублей старыми или 40 новыми. 40 тысяч рублей, вот он продает эти вешалки или что это там, да? Это много или мало? Ларин рассказывает анекдот. Зачем бабушку убил за 10 тысяч? Три старушки и бутылка. Ну это действительно старый анекдот, да, что бабушка за 10 тысяч, три бабушки бутылка. То есть бутылка стоила 30 тысяч рублей или 3 рубля. Поэтому вот от этого можно уже дальше плясать, пытаясь каким-то образом выстроить для себя ценообразование эпохи. Еще это, конечно, момент, меня даже, честно говоря, поразил. Мы пойдем вот здесь. Хочу показать объект, который я никогда не показывал, и наконец-то это случится. Сейчас, как вы знаете, ну с понятием product placement, любое упоминание там каких-то брендов, любое возникновение каких-то брендов в фильмах, сериалах, оно, естественно, заранее там оговаривается, проплачивается и так далее. И вот прикиньте, какая была эпоха непуганной рекламы, что Ларин в подпитии или в таком полном ауте лежит у себя дома, смотрит телевизор. Там ему показывают рекламу «Понтин правих», и это присутствует в сериале. Ну, то есть не думайте, что «Понтин правих» что-то за им заплатил. Нет, это просто еще, ну вот, время такое, что они даже не предполагали, что можно там за это какие-то деньги просить. Ну, или предполагали, но не знали, как это делается. Вот, видите, торчит башня. Это редкий случай. Ну, есть у нас тоже кирпичного стиля съезжая часть, сохранившаяся, допустим, на площади Репина, не перестроенная по проекту архитектора Железевича, мы там гуляли, когда я рассказывал вот про первое КВД Российской империи у Калинкина моста и про мастерскую непосредственно Ильи Ефимовича Репина. А вот эта вот полицейская часть, она, съезжая часть, она менее известна, потому что она более скрытая. Ее мало кто видит, кроме жителей вот этого дома, которые смотрят на нее каждый день. Но это вам показывает, на самом деле, контекст городской XIX и XVIII веков. То есть, я напоминаю, что Николай I запретил строить дома выше здания Зимнего дворца. Они были все максимально трехэтажные, и поэтому город прекрасно просматривался с таких каланчей. Но единственное, что в Николаевскую эпоху эта каланча была деревянная. Это уже более поздняя перестройка. Сейчас, ясен красен, вы уже ничего, конечно же, с этой каланчей не увидите. Дальше, конечно же, это вот уже, знаете, моя такая боль. Ну, я уже говорил об этом неоднократно, и повторюсь, что очень не хватает вот этой материальной культуры, особенно музыкальной. То есть, вот, осязание музыкального носителя. Пластинка, кассета, компактный диск. Музыка приобретает не дополнительную ценность, она вот изначальную ценность имеет в этом случае. А вот с внедрением этих технологий это немножечко ушло. Но было же время, когда были плееры. И вот прекрасный плеер замечательной фирмы Саньо. Да, Саньо, так она называлась у многих. Вот видите, некоторые даже не знают об этом. Да, серьезно. Да, слушаю вас. Юрий Сергеевич, здравствуйте, это Миша. У меня для вас кое-что есть, вы не посмотрите. Поэтому, когда появилась машина Санг-Йонг, не всех это удивило. Вот здесь жил, между прочим, помимо всего прочего, Евгений Лебедев. У него есть прекраснейший скетч, где он стоит с Будуна. И это отрывок из спектакля. И там, значит, пытается похмелиться. В итоге он это делает такой с полотенцем, чтобы ничего не расплескать. Да, кассета, ну, это эпоха фильма «Брат». То есть, помните, он покупает, только там он уже не кассету, а компактный диск покупает. Вставляет его в плеер уже для компактных дисков. Здравствуйте. Здравствуйте. Идет и слушает. И это, конечно, круто. Для меня было большое открытие, когда я выяснил, что по-английски говорится это Walkman. Ну, реально, я все что угодно мог предположить, но только не это. Помимо, значит, плееров, не только фирмы... Брат. Да. С мамой, хочу, пожалуйста. Да. Видите? Вот жизнь какая в Питере. Так ты подругу свою покажи. У нее тоже прическа. Это не подруга, это мама. Нет. А это? Это уже не моя подруга. А, это не твоя подруга, да? Я думал, извините, я думал, он с мамой. Нет, вопрос за то, чтобы меня подвезли просто. Мои друзья просто подвезли. Брат. Ну, хорошо, ладно, ладно. Я не буду вмешиваться в их семейные транзакции. Да, просто девушка тоже не с очень, мягко говоря, деревенской прической. Вот, значит, смотрите, здесь, вот именно отсюда выруливают погоня, да? Выруливают эти две машины, они проезжают вот сюда, где вот сейчас все перекрыто, выруливают на набережную и дальше несутся. То есть все это снято вот в этой локации, вокруг домика Петра Первого. Помимо плееров были еще автомагнитолы. Значит, очень была хорошая фирма. Конечно же, никто не называл ее pioneer. Все говорили пионер. Мы иногда забываем, что вообще-то слова типа пионер, патриот, они немножечко нерусские. Да. Что не является никаким преступлением, ну, это абсолютно нормальная ситуация. Да, так вот, эту, соответственно, магнитолу нужно было... Я первый раз упомянул слово соответственно. Я расту, я расту, я расту, я держусь. Боже мой. Неужели это когда-нибудь случится, я избавлюсь от этого слова паразита. Нужно было достать из автомобиля эту магнитолу, потому что их, конечно же, воровали. И вот сцена, когда приходит персонаж в отделение милиции, он несет с собой магнитолу, кладет ее на стол. Ну, а я вам хочу показать редкий случай, разведенный Троицкий мост, хотя на дворе, видите, день, ни ночь, ни... Да, ну, кораблик-то стоит, да, но я сейчас мозг хочу показать. Вуаля. Ну, на GoPro это будет очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень- с мобильными телефонами все инстаграм и все социальные сети будут в определенных хэштегах и отметках а я вот вспоминаю для себя определенный выпускной немой это я даже не помню как я там оказался это было в центре не было наверное лет 15 16 я тут с каким-то автобусом выгрузился на стрелки васильского острова и значит естественно все эти дела и заснул я в кустах возле казанского собора проснулся поехал домой и вы представляете у меня была трагедия она заключалась в том что я потерял записную книжку вот сейчас на самом деле пойдите встретить человека который будет записывать номер телефонную книжку а я вот это именно сделал ну и я как и все это делал там естественно были номера еще и девушек и я с ужасом вернулся нашел эту записную книжку и вот опять-таки отрывок где значит уже это кому-то мы галю 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 привет привет вот порадуем наших правоохранителей нашим скромным видом сидит и он смотрит в этой записной книжки конкретно конкретно и галю 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 так опять-таки абсолютно ушедший от нас момент вот этой самой материальной культуры потому что сейчас у нас вот это все это вам я вернулся нашел да ну-ка ну кому она нужна ну то есть никто бы не полез в кусты и там прошло на самом несколько часов я приехал обнаружил что нет и срочно прыгнул метро и поехал обратно да поэтому вот записная книжка это еще один момент были как сейчас помню магазины эль дорадо и в них продавались например еще телевизор и вот сейчас вы еще пойдите встретите какой-нибудь прямо телевизор да покупают в лучшем случае эти панели у меня нету довольно другого меня все за 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 заменяет просто монитор компьютерный большой но телевизора стоили денег к телевизорам нужно было купить что видео магнитофон к видео магнитофону полагались видео кассеты видео кассеты вы могли взять на прокат в ларьки или отдать чтобы переписать никаких в баню копирайтов ничего подобного естественно не было и кто бы сказал что мы к этому в итоге вернемся потому что недавно как вы знаете дмитрий анатольевич медведев сказал а качайте сторинтов я это не одобрял раньше но сейчас я вам официально позволяю чем думают вышестоящие люди когда такое произносят потому что ну мы же надеемся что но все таки вернемся в какую-то нормальную правовую базу в нормальное право поле и надо будет делать себе приятный откат но слово не воробей вылетишь не поймаешь вылететь не поймаешь а тогда пожалуйста все идешь или например аудиокассету ты отдаешь чтобы тебе переписывали какие-то альбомы музыкальные да приходишь и слушаешь виктор позвонил мне довольно рано просто очень рано сказал аркаша проблема я улетай на несколько дней по делам и вот здесь у нас соответственно извините нам надо подснять но не вас дом хорошо чтобы вы не переживали что мы тут вас пытаемся да как-то зафиксировать значит сюда приезжает волга вот прямо оттуда и здесь выгрыжается наш замечательный киллер который в такой шапке характерный и значит достает свой палас ковер в котором у него завернуто непосредственно ружье ну не охотничая снайперская винтовка и он заходит вот в этот дом с этой стороны и поднимается на последний этаж для того чтобы совершить покушение на антибиотика антибиотик тем временем от кушенька выйдет вместе со своими замечательными а да здесь прохода хорошо можно мы просто так вот корабль покажем и уйдем да 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 не мы дальше не пойдем но надо было нам его там показать да вот корабль благодать значит сразу же хочу сказать что он стреляет вот оттуда там антибиотик сходят по трапу но он не попадает он в него он попадает в какого-то там персонажа в этом в парике и костюме стоять руки в сторону лежать выстрел откуда удачно я конечно день выбрал для того чтобы вам сделать по праху проходку здесь вот но ничего страшного этот корабль ресторан там существует до сих пор так но на горки скорее надеюсь мы увидимся благополучно да мы сейчас обойдем мы пойдем другим путем как нам завещал владимир ильич вообще это дом политкоторжан и про него конечно можно и нужно снимать отдельный выпуск но я об этом рассказывал когда мы здесь ходили когда еще давнего русского да я был в костюме бэтмена красноармейца супер-херо так вот в ресторане этого корабля происходит прекрасный диалог антибиотик сидит и видит а что это там за козочки такие ну и говорит бандырова ну-ка сходи-ка проведай с такой характер девчонки девчонки хочу такие там я не помню что говорить там сидите вы кто мы студентки и он возвращается говорит это не профессионалки ну ничего страшного ты ко мне в баньку пригласи стоит там за козочки отдыхают в окна разберемся виктор павлович паша да узнай-ка что за козочки воды девчонки а че такие хорошенькие одни ресторане сидите может вечерок вместе проведем как может быть а вы чем занимаетесь студентки а студентки ну и хорошо пусть они ко мне вечерком заглянуть в баньку без вопросов то есть девочки пришли цепляться ну и в общем и удачно или неудачно цепанулись это начало соответственно сцены покушения потому что есть еще локация до которой мы сегодня не дойдем она находится с той стороны где уже этого киллера убивают возле павильона цветы ну и там же где вот нас не пустили там стоит волга в котором сидит герой сидихина они выпасают машину как они у нас прозвали между собой мазая да она выезжает это волга и непосредственно заезжает в этот двор разговорчики в эфире а вот и наш мозаи похоже обед у господина говорова будет испорчен ну а мы тем временем продолжаем о кстати ольга форш здесь жила я кстати даже об этом и не знал вот смотрите как меняется опять-таки культурный контекст но многие ли читали производение до ольги форш потому что ну сумасшедший корабль это книга в котором она писала диск дом искусств располагавшийся в доме чечери на неском проспекте отрывки из этого можно почитать моим путеводителем несколько с персом потому что она там описывает вот этот абсолютно чумовой антураж которым они существовали когда не было там ни отопления не не канализации не водопровода но при этом творческая струя била ключом причем в прямом и переносном смысле потому что ссать то надо было куда-то и там вот пару огненных историй она на эту тему рассказывала папа засек их номер на салон дома еще очень характерный момент зацените значит она говорит про аон вот сейчас тоже это абсолютно непонятная вне контекстная вещь а он это автоматический определитель номера потому что раньше ведь были простые телефоны да еще помните такие с дисками и понятное дело никакие там телефоны не определялись потом появились телефоны кнопочные с дисплейчиками и можно было себе поставить дополнительную услугу за дополнительные деньги автоматический определитель номера и тогда вы знали все кто вам звонит но большинство было не в курсе поэтому были такие знаете телефонные хулиганы как я сейчас отчетливо помню сейчас налево я надеюсь там ну да здесь у нас еще все нормально эти телефонные хулиганы могли звонить и просто бросать трубки или дышать телефон и сейчас вас в основном разводят либо пихают вам кучу спамной рекламы как человек который написал книгу от косяка до штанги и знаю знает о чем он писал могу сказать что действительно раньше марихуана продавалась коробках и вот есть эпизод где ларинс дукалисом ловят парнишку у которого этот коробочек и дальше ну вот и начинается разборка это не мое но не мое это чей да он валялся вот здесь этикетки собираю на него братишка смотрите как оригинальная спит не спит остерегайте случайной связи хотите вам подарю либо вы могли еще продавать марихуану не в коробке вы могли подавать ее в пакете но мера все равно была коробок следующая мера была стакан ну а дальше это уже ну да стакан прям стакан гранен стакан ну а дальше уже дальше больше сначала коробочек потом стакан потом мешок казанова слышит в трубке звуки определенные говорит так это дум вы что игра такая компьютерная дум опять-таки знали бы они как модифицировались эти игры как они пришли в состояние практически дополненной реальности я вот человек который играл только в супер марио и больше не играл ни в одну компьютерную игру не потому что я против этого просто меня никогда на это не было день не денег времени и мне вот иногда задают вопросы типа как я все успеваю ну вот приходится чем-то жертву например этим поэтому для меня некоторые мемы с этим связаны они к сожалению непонятно недоступная вот мне контекста но вот это было начало эпохи когда абсолютно вот эти квадратные какие-то прямоугольные персонажи на мониторах еще телевизионных вот таких вот тут как умение телевизоры вызывали полнейший экстаз все и у меня работа так это думаю ну думаю игра такая компьютерная знаешь по уничтожению монстров сюда же там могу очень там есть такая очень длинная сцена где стебутся над дукалисом ему племянница оставила тамагочи он не знает как его покормить и чем так и что именно яблочко не хочет а нормально мороженого ну тоже нет ну отстань так так водички попить тоже нет а вот косточку отлично это ирзац опять-таки ну современных смартфонов да и и всего остального потому что в до мобильную эпоху подобные вещи пользовались колоссальным спросом кретины для идиотов поясняю это могучие мои племянницы она в поход ушла ну и поручила мне за ним присматривать да когда ты приходил в баню в больницу но еще и всевозможный фитнес-центр для тренажерный зал там были весы и не как сейчас мы привыкли это напольные прозрачные весы а вот такие классические весы и казанова одетые как мы помним из предыдущего выпуска естественно в казаки потому что это было дико модно встает и извешивается на них давно ли вы кюветили воду кипятильником но на самом деле я уверен что в определенных ситуациях да но сейчас эта вещь достаточно редкая в то время кипятильник это обязательный атрибут человека особенно ну знаете был такой свадебный набор командировочного да то есть если тебя посылают в командировку то у тебя кипятильник обязательно нужно быть собой потому что ты приходишь в гостиницу тебе на чайку никаких там чайников электрических чайников номере никогда естественно нет и не будет сервис был мягко говоря не ахти тем более что как правило командировочные были тоже не ахти ну и вообще в принципе кипятильник присутствовал даже вот например у милиционеров потому что они таким образом выходили из положение когда им нужно было здесь сейчас не вскипятить чай сейчас с засилием электрочайников это конечно же тоже отошло в мир иной войдите в одном из подъездов происходит замечательный диалог точнее монолог тетенька говорит что вот такой был мужик и денег не взял и от бутылки отказался бутылка это национальный вид валюты бутылка это то за что можно было нанять сантехника не знаю какой тракториста на даче что-то прокопать если он мимо едет и так далее мало того что он денег не взял но еще от бутылки отказался вот какой был мужик а вот здесь то есть сейчас все скамейки стоят почему-то вот туда спинкой да к мечети на самом деле вот здесь стояла скамейка и здесь вот сидит ларин после очередного своего такого полудепрессушного прихода и идет мимо девочка и говорит возьмите крысу вы добрый? не знаю думаю не очень наверное добрый раз так говорите вам счастья не хватает хотите счастья? да и он берет у нее эту крысу и эта крыса вот он с ней начинает там говорить и она потом у него живет и происходит это прямо вот на этом месте только ну единственное сейчас лето а тогда была зима хочу купите его а кто там у тебя? крыс и сколько стоит это счастье? три копейки так а сейчас и копеек нет нет я символически говорю он хороший ласковый он без людей не может дальше очень характерная фраза которую я слышу до сих пор иногда во дворах сейчас милицию вызову вот это вот когда я слышу милицию вызову я у меня такие знаете флешбеки абсолютные тихо сейчас милицию вызову уходите лучше а Виталик дома? потому что ну никакие двери никак не закрывались да никаких кодовых замков еще не существовало они начали появляться и вот в одном как раз из эпизодов можно увидеть такие еще знаете с тремя ручками повернутые это сцены когда убивают там одного даже не из героев а просто промежуточного персонажа ну и сюда же конечно же ходят тут всякие всю лестницу обоссали причем и та и другая фраза они обращены непосредственно к ментам в чем комизм ситуации действительно ссали раньше не только в подворотнях но увы ах и в подъездах и благоухали они и мама дорогая ходят вот всякие оборвоты обоссались лестницы да ничего сейчас милицию вызовут а почему а потому что вот прям конкретно видно ларин выходит из подъезда и вот он открывает дверь на этой самой пружине я прекрасно помню что например когда вы там куда-то переезжаете или что-то грузите вы эти пружины снимаете двери остаются открытыми иногда некоторые мудаки не надевали обратно эти пружины и двери так вот болтались поэтому ты за ними выходишь обратно эту пружину натягиваешь вот эти вот пружины это было я не знаю в других городах но в питере это прям по всем местам причем это не только в старом фонде но вот я четко помню что и у нас там в крущевках брежневках была абсолютно такая же история такая же конструкция я иду не понимаю что 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 не так машин нет практически камен островский пустой по факту это удивительно и поразительно да пойдемте насладимся когда мы еще такое сможем я один раз короче прикиньте я как-то ехал я не помню куда откуда значит съемка была там на мосту я на велике успел проскочить он был пустой я даже хотел там что-то заснять вот смотрите огонь вообще в это время ну окей там выходные еще ладно но в будни вот здесь прямо все плотненько потому что Троицкий мост это одно из самых пробочных мест вообще в городе Петербурге и что в одну что в другую сторону конкретно в этом месте где всегда вот так а мы ну какие-то должны быть плюсы из-за того что мы попали на преддверии этого праздника вот они вам во всей красе присутствует огонь так ну ладно пойдемте дальше вспоминать недавно была ужаснейшая новость ушел Тиндер я вам клянусь я никогда не был в Тиндере не потому что я против или там ну просто мне куда мне еще и Тиндер да меня тут один человек каждый год завлекается в спиддейтинг Павел приходите бесплатно я говорю да ну куда еще там спиддейтинг я и так уже во-первых я старый во-вторых какие спиддейтинги да но но некоторые мне наоборот рекомендуют там установить какое-нибудь приложение для знакомств найти себе мужчины мечты например и так далее хотя меня почему-то игнорируют в этом отношении а раньше объявления подавались в газету и там вот как конкретно такой человек говорит я же подавал объявления я же ведь подавал объявления в газету самые распространенные газеты для этих целей были две сорока и из рук в руки и как раз в одну из них как раз в одну из них приходит Казанова чтобы подать объявление но опять-таки не потому что ему не хватает у него с этим как вы помните все нормально а потому что там они пытаются вычислить одну маньячку здрасте здрасте я первый раз ничего не знаю мне нужно дать объявление о знакомстве ну и вот мы пришли вот почему на эту локацию пришли потому что здесь несколько соответственно сцен из сериала улица разбитых фонарей значит первое на что нужно обратить внимание это вот в ту сторону надо перевести давай вот виден хорошо вот этот дом и видно что вот здесь раньше стояли ларьки сплошной сплошную фасаду как сказали бы в 17 веке произошло очередное убийство значит ларин выходит вот из этого подземного перехода ему там как раз мент говорит что я слышал что тебя уволили но и тут шутят что нет меня повысили и мы можем видеть что примерно на месте вот этой рекламной тумбы стоит желтая палатка привет здравствуйте с наступающим говорят что тебя из органов проперли слухи о моей отставке сильно преувеличены я представлен правительственной награде за безупречную службу ларьки обошел да пошел ну как всегда их режут как свиньи ничего не видели не знают опознать не смогут всегда меня умиляла вот эта история киоск палатка то есть у нас палатка в Питере это была палатка в Москве палатка это киоск или ларек но сейчас я думаю уже таких принципиальных моментов не возникает он идет сюда к этим ларькам показано как здесь проходят мимо этих ларьков чуваки одетые по моде бандовской той эпохи но не все так одевали хочу сказать значит в черных таких плащах с белыми шарфами вы то сами что думаете по поводу этой резни а что думаю нашел бы убил бы и он подлезает буквально в этот ларек под прилавок забирается внутрь ну и там ему человек говорит что ничего не видел ничего не знает что из милиции что там ну сам то я ничего не видел у меня тут еще три ларька вторая сцена уже из другой серии они выпасают очередного там кого-то я уж не помню значит ларин стоит здесь замаскировавшись под бомжа в такую шанке с пивом видны вот эти два минарета и выходит какая-то видать то ли его бывшая то ли кто-то и говорит ну я так и знала что ты этим кончишь ну здравствуй ларин здравствуй Марусь а я и так и думала что ты этим закончишь как я благодарна судьбе что не связалась с тобой неудачник ты ларин а он обращается к своим якобы собутыльникам и один говорит дай не обращай внимание могла бы просто на бутылку дать видит у человека трубы горят а трубы реально горели ну пойдемте к горьковской станции метро очень показательна сцена с казановой в которой он говорит что вообще в нашей стране ну пьет человек или не пьет является одной из главных характеристик я давно заметил что основной характеристикой в нашем обществе является пьет человек водку или не пьет и обратите внимание вот на вот эту вот как это не фазенда терраса терраса веранда значит смотрите раньше она была поболее и вот та терраса была поболее потому что вот здесь вот как раз ларин общается с одним из бандосов и вид вот туда и видна вот та вот большая терраса сколько ты еще будешь терпеть погромы потом это на живое убийство наконец обратите внимание что там они сидят на пластиковых стульях на пластиковых столах хотя это типа такое понтовое кафе ну давай сделаем нормальную фотку давай голову чуть-чуть можно чтобы ракет был видно спасибо все для вас почему пластиковые стулья потому что они меньше ломались чем другая мебель а вход они пускались как вы понимаете довольно часто поэтому их очень сильно любили рестораторы и владельцы кафе за вот эту их эластичность ну говорят на твоей земле торгаша подрезали нет это не наши по поводу алкогольной темы если продолжать вот тоже фраза которую сейчас поймут не только лишь все значит дукалис приходит к своему стукачу мы с ним кстати еще встретимся когда вот на чекаловской я наверное подсниму там тоже есть сцена ну и во первых обратите внимание что он такими трясущимися руками закурит беломорину это распространенный вид курева в тот момент был выпускался он на фабрике урицкого рядом со станцией метро все островское располагавшиеся и рассказывает про новости и вот там и говорит что там значит она двинула кони от чего вот 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 ну и что вот 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 Название неофициальное, да, я даже, кстати, не помню, что это, по-моему, в аптеке продавалась какая-то муть или какая-то техническая, по-моему, какая-то техническая штука. Короче, ребята, напишите, что это было. Ну, это примерно как настойка боярчника, но только если настойка боярчника это все-таки там на спирту что-то, да, то красная шапочка это вообще просто трэш-угар. Вот она этой красной шапочке перепила и двинула кони. Садам Хусейн едет там полбанки раздавить. Казанова. Очередную шутку за 300 отмачивает и говорит про фразу, и там возникает такой физиологизм полбанки раздавить. Тоже, опять-таки, в наше время, ну, как бы, мало кто так скажет полбанки раздавить, полбанки это пол-литра. Раздавить, выпить. Я прекрасно помню эту физиологию. Полбанки раздавить это в годы моей молодости, это было абсолютно нормально. Была партия крупная рояля из Амстердама? Спирта. Спирта. Дальше они приходят, значит, допрашивают какого-то там персонажа, и тот говорит, что да, должна была быть поставлена партия из Амстердама рояля. И тот уточняет, спирта? Говорит, да, спирта, да. Спирт роял, в народе рояль. Он действительно существовал. Называлось это «Ударим по клавишам». И, божечки-кошечки, сколько же я же его выжрал-то в годы своей молодости, да. Ну что, фотографироваться хотите? Давайте, давайте. Подписчиками. Давайте. Спасибо. Все, да, все для вас. Горьковская сегодня. Раньше у меня был такой момент, когда я жил на Маховой. Я знал, что если выйти на угол Малой Садовой и Нескова, и тебе надо кого встретить, ты обязательно рано или поздно его встретишь. Видите, окажется, Горьковское такое место. Вот здесь, на этом парапете этого перехода сидит Чилищев в двух ипостасях. Значит, первый раз он сюда приходит еще одетый в свой такой прокурорский прикид, ну а второй он здесь уже такой бандос. И обратите внимание на задний фон. Там можно угадать такой рекламный щит «Сиди-Ромы». Помните такого? «Сиди-Ромы»? Здорово, Степа. Привет. Как выживаешь, Степ? Я-то нормально. А у тебя Чилищев в мальчике кровавой в глазах не стоят еще? А вот тут вот раньше находились телефонные автоматы, куда Чилищев заходит позвонить. И если мы приглядимся на заднем плане, то там мы увидим автоматы игровые. Вот эти все однорукие бандиты и прочее, они располагались прямо здесь. Не надо было ехать ни в какой Сочи. Вот приехал трамвай шестерочка. Посмотрите, как он сейчас выглядит. Красненький. Прекрасненький. А вот сейчас подъедет трамвай из сериала «Бандитский Петербург». Весь в рекламе. И как все изменилось с тех пор. Руководство каждого правоохранительного органа не особенно приветствует тесные внеслужебные контакты с людьми из другого ведомства. В каждой избушке есть свои маленькие и большие тайны, которые вовсе ни к чему выносить из этих избушек. Поэтому Чилищев и Степа Марков, опера с 15-го отдела оперативно-розыскного бюро, встречались как шпионы и постоянно шутили по этому поводу. Здорово, Сережа. Привет. Степа, нужно прокинуть одного покойника. Бандит из молодых. Ну как раз по вашему ведомству. Нам помахали. Ну и собственно оттуда Чилищев выходит и выходит сюда навстречу. Дальше надо будет перевести камеру вот в эту сторону. Вот там трамвайная остановка. Сейчас написано «Болей футболом» на стадионе. Но пойдем, перейдем, чтобы она была лучше хорошо видна. То есть на самом деле снято это вот отсюда. Ну, оптика у GoPro и, конечно, оптика у камеры, на которой снимался этот сериал, она разная, чтобы вы видели. А там угадывается, соответственно, памятник Горькому и реклама сигарет «Блэнд». Вообще вот реклама сигарет – это замечательный вообще в кавычках признак той эпохи, потому что народ, конечно, курил с бешеной силой. И после того, как в Советском Союзе максимально ты мог раздобыть, не знаю, там, Родопи, там, болгарские и прочее, появление вот всевозможных таких сигарет – это был прорыв. Здесь есть еще несколько сцен, конкретно на этой точке, снятых из сериала «Улица разбитых фонарей», но мы уже будем их подставлять в другой раз. В тот, который… Когда мы пойдем вот в ту сторону, мы пойдем к ресторану «Антибиотика», мы пойдем в баню, не в переносном смысле, а в прямом, в ту баню, где был убит герой Пореченкова, и увидим, что… Хотел потанцевать, но нет. Герой Пореченкова, и увидим, что никакой бани там изначально и не было. О, боже, какая музыка! Где моя танечка? Мы хотели с ней снять танец. Ну, у меня такие скромные движения. Можешь пригласить южного гостя на танец. Или он не поймет этого. Да, соответственно, это будет вторая часть, а будет потом еще третья часть, когда мы пойдем от Петроградской стороны, от Петроградской станции метро, в дом Трехбенуа и в квартиру непосредственно Чилищево. Значит, я, естественно, рассказал не все, что вам хотел, ну, под занавес, например. Вот еще одна сцена, которая здесь снималась, это тоже характер эпохи. Кручу-верчу, запутать хочу, запутать, запутать хочу, потому что это наперсочники. Наперсочники, всевозможные стаканчики и так далее, это процветало. Другой вам проиграть. Кручу-верчу, запутать хочу, кручу-верчу, запутать хочу. Ну что, мужик, ну-ка, где шарик? Ну, ну, здесь? Ну что, мужик, угадаешь? На живые денежки. Пол лимона я ставлю, пол лимона ставишь ты. Отгадываешь, где шарик? Денежки твои. Причем, обратите на технологию, внимание. Сначала он дает человеку выиграть, и когда он выигрывает, он начинает стянуть с него бабки. Ну, в общем, распространенная история, и все это снималось тоже здесь. Там просто темно, и ненаметанный глаз этого не увидит. Но если приглядеться, можно понять, что это все снимается здесь, на Горьковской. Я выиграл. Во, мужик дает. Ставлю мужик на все. Давай-давай. А ты мужик. Давай-давай. Я выиграл. Я еще раз хочу сказать, почему большинство сериалов вот этих вот снимало здесь. Потому что тут линфильм, рядом же, да, и локации, они, чтобы особо голову не ломать, они искали поблизости. И для того, чтобы, ну, вам такой небольшой еще маленький подгончик сделать, подставлю сцену вообще из другой истории. Виден памятник Горькому, но снята она именно с той точки, с которой снимался сериал. Это уже Данила Багров заходит в телефонную будку и звонит. И там этот Горький прекрасно виден. Ну, вот такой немного, не знаю уж, насколько ностальгирующий выпуск получился. Я пользуюсь случаем, что мы можем здесь перейти дорогу, мама дорогая. Напоминаю вам, что экскурсии у нас идут, вопреки любой ситуации, друзья мои, которая будет у нас в стране, потому что я вам еще раз хочу сказать, Россия это вызов. Россия это не страна, Россия это вызов. Но именно поэтому многие люди, я не знаю, как сейчас, сейчас те, кто уезжают более нежно, а вот те, кто уезжали в 90-е, например, в Штаты, они когда встречали, встречались с тем, что там называется проблемой, они вообще не понимали, а в чем это проблема. Потому что то, что там было проблемой, в России это была, ну, как бы нормальная, обыкновенная, обыденная жизнь. Поэтому, что бы ни происходило, мы, естественно, будем гулять, потому что мне постоянно, благодаря за то, что я даю людям возможность немножко отвлечься от повестки дня, повестка дня у нас, к сожалению, абсолютно сумасшедшая, и многие на нее ведутся, и многие пребывают в стрессе. Ну, если вы не знаете, как снять этот стресс, я размещу ссылку из моего перец-блога, который я снял еще в феврале-марте 2002 года, про то, как можно простыми способами попытаться отвлечься от ситуации, при этом и не предав Родину, и не предав ваши какие-то великие интересы, ценности и так далее. Да, экскурсии идут, причем они идут пятница, суббота, воскресенье, и, возможно, даже вот четверг будут проходить, поэтому следите за анонсами. Также напоминаю вам про книжки мои, которые до сих пор можете приобрести, и причем после экскурсии вы можете приобрести их с автографом. Я не подписываю книги, когда их продаю через интернет, потому что мы просто закидываем коробки с ними на почту, и там девчонки сами их упаковывают и отправляют. Но при личной встрече я совершенно спокойно вам их подпишу, не вопрос. Если не хотите к теме экскурсии, вы можете мне предупредить заранее, приехать к началу и купить книгу до экскурсии, я вам ее подпишу. Единственное, напомните, потому что книжки лежат у меня в багажнике, и я их продаю обычно после, а не до. Ну и также напоминаю, что если у вас есть интерес к профессии гида-экскурсовода, у меня есть мой авторский короткий видеокурс «Как стать гидом». Можете ознакомиться там, ссылка будет присутствовать, и решить, ваше это или не ваше. Ждите продолжения с той же самой точки, но в другую сторону. Более того, кстати, оттуда мы еще будем гулять другим маршрутом, и я буду рассказывать про медицинский городок и про скинхедов, потому что здесь можно дойти до печально известного общежития номер 4, до сих пор заселенного иностранными туристами, включая чернокожих, индусов и прочих других ребят, которые в конце 90-х, в начале нулевых, увы, яах, пользовались пристальным вниманием скинов, и об этом есть, опять-таки, определенные реминиссенции и в Бандитском Петербурге, и в улицах разбитых фонарей особенно. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok